Теперь мы можем эти число сибинга вычислять с помощью некой альтиметической схемы, которую можно назвать треугольником сибинга. Она похожа на треугольник Фаскаля, поэтому давайте сначала я напомню, что такое треугольник Фаскаля. Финальные креценты можно вычислять с помощью токиста Фаскаля, используя только одну операцию сложения. Начинаем мы с единицей, в следующей строке у нас опять две единицы, дальше в этот столб мы будем писать все время единицы, и вот так по диагонали тоже у нас будет единица. И в каждой следующей строке мы будем записывать число, равное сумме двух предыдущих чисел из более высокой строки, но при этом одно число должно быть в том же столбце, а одно должно быть в треугольнике. Значит, вот здесь будет стоять двойка, за ним тройка, ну вот здесь будет четверка, здесь территория стоит шестерка, тут четверка, тут единица, ну и так далее. Вот так строится треугольник Паскаля. Каждое число в этом треугольнике получается из каких-то ранних пространных тисков с помощью аккуратной сладости. Ну, в частности, для того, чтобы найти все числа ВМ из строки треугольника Паскаля, нам приходится вычислять и все предыдущие числа, но общее количество певолаций и сложения будет, ну, приблизительно М2. Вот такой значок будет у нас означать приблизительно М2. Я точную формулу не хочу считать, но кто хочет, мы это сами пишем. Значит, а треугольник стилинга как? Он описывается вон. Ну, поскольку удобно его тоже все-таки начинать с нуля, поэтому получается так, в самом верхнем углу будет единица, если 0 равно единице, если так формально считаем, потом идут мыслики. Дальше следующее число единица, и в этом столбике тоже идут единицы, ну, потому что СН по одному, у нас единица. По диагонали у нас будут тоже идти единицы, потому что СН по одному у нас единица. Значит, вот тут будет единица, дальше будет единица, дальше будет единица. Ну, а вот сюда нужно будет что ставить? Вот здесь у нас должно стоять какое число? Это 0, 1, 2, 3. Вот этот ряд, это у нас третий. Нулевой, первый, второй, третий. Вот это число С3 по одному, оно 0, С3 по одному, значит, С3 по два. Как найти число С3 по два? Вот по этой формуле оно как находится? С3 по два, это будет 2 на С2 по два плюс С2 по два. С2 по два это вот это число. То есть единица, но умножаясь на двойку, получаем двойку, и прибавляем С2 по одному, значит, здесь получилось 2. Ну и дальше можно таким же образом вычислять этот треугольник постсурочно. Каждое вычисление в очередной строке, как мы видим, использует ну две операции, операцию сложения и операцию умножения на число К. то есть, значит, примерно за n2 операции мы можем вычислить угольный спирлинг вплоть до n-ой строки. Ну, в частности, если не поведемся, то мы можем до 10-ой строки дойти и где-то в середине у нас вот такое число получится. Вычислить его не так сложно. В угольнике Паскаля, если мы рассмотрим все числа, которые в n-ой строке появляются, то их сумму найти очень легко. Сумма равна 2 степени. Почему? Ну, например, распрываем скобки в форму и бином. 1 плюс 1 в степени. Если мы распроим скобки в форму и бином, как раз у нас опостумные папусы. А вот что будет, если мы в этой строке в революционной дисциплине сформулируем все числа? Ну, если он подозревал на толиках, вот эта сумма обозначает обычно B, в скобках нужно ее поставить, называть числом B. Эрик Белл – это тоже, между прочим, как истинный по происхождению сатланской математикой, живший преподаватель в Америке. Он еще известен как автор научно-популярных книг и книг по истории математики. Даже кое-что перевернуло на русский слух. Но вот его научные результаты, в частности, были связаны с изучением вот этих чисел, ну, еще и многошленов, связанных с этими числами. Хотя фактически числа, названная его именем, известны, конечно, были и раньше. Какой комбинаторный смысл чисел G? Насколько S n – это число способов разбит n-элементное множество на k частей, то вот эта сумма равна просто числу всех возможных разбиений n-элементного множества на частей, где мы не ограничиваем катечку этих числа. Например, если мы хотим найти число Vr5, мы можем поступить. Взять пять элементов, изображать на плоскости кружочками, и вот рисовать какие-то картинки, каждый из них задает нам влияние на какие-то части, ну, и нужно перебрать все эти картинки, и можно почитать отсутствие. Если мы вычислили n-элементное множество с кружочками, то можно это число найти вот таким вот образом, просто минусом. Но есть и регулентная формула для вычисления чисел G. Г. 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 Г.